всем привет дорогие друзья гости нашего канала как ваши дела мы бежим 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 а бежим и школу она около сказали нам подъехать к 11 вот бежим на остановку через шесть минут через пять минут должна должен подъехать автобус вот взяла документы с собой поедем знакомиться узнавать такие условия вот запишемся покажем вам школу что из себя представляет вчера задавала вопрос в фейсбуке вот и по поводу школ для четырех леток и известная блогерши виктория гювен может быть слышали который проживает мерсине именно она про эту школу в которой мы собираемся отзывалась хорошо сказала что у нее обе дочери ходили в эту школу она около сказал что очень хорошая школа что у них есть сервис но сервис по их району который мы сейчас едем не знаю будет ли будет ли сервис наш район ничего придется отвозить и забирать османчика ничего не поделаешь я пока не работаю поэтому будем есть по утрам и в обед забирать буквально получается на 4 на 4 часа по моему там пребывание поехали поехали доехали мы 6 минут заплатили мы 15 рублей вот обратно 15 рублей 30 на 60 рублей будет уходить в день чтобы отвезти османа и приехать обратно домой и затем забрать это получается где-то 1 доллар в день будет уходить у нас на поездке в османчик до садика и обратно но еще нужно будет оплачивать констовары посмотрим наверно 200 250 лир я так полагаю нам уже подсказывали что сумма будет примерно такая но сейчас не будем гадать дойдем и все расспросим здесь банкоматы все какие нужны мы сейчас находимся уже недалеко от лицея и за лицеем находится школа для младших учеников сейчас стояли на остановке такая неприятная картину картину наблюдали женщина выезжает на митсубиси падже нет не паджером на митсубиси кроссовер вот и мы стоим на бордюре вот так по бордюру здесь высокие на остановке но она по удалению я бы я бы крикнул вот примерно как белая машина едет хотя я и махала рукой говорила ей чтоб она не ехала прямо она слишком она выезжала из двора на трассу и слишком близко подъехала к бордюрам и при повороте направо получается у нее вся машина полезла на бордюр полезла и застряла в районе колеса заднего бордюре не дает дальше ехать я и значит показываю руками гру назад назад чтоб она дальше еще больше колесом не заехала и не спустила зад на этот бордюр еще до чтобы задом не села колесо то она вполне могу заехать на бордюр вот был такой скрежет я не знаю она не слышит ну на трассе очень шумно вот примерно как сейчас и когда я начала показывать назад назад тут же подъезжает небольшой грузовичок который хочет заехать с этого съезда откуда вы с этого выезда откуда выезжала женщина и он протискивается значит грузовичок она дает назад она увидела моей жесты что нужно ехать назад и создалась такая картина что вроде как я и сказала ехать назад чтобы дальше не протаранить свою машину а грузовичок подъехал и получается она въехала еще и в грузовичок в общем ну грузовичок не сильно там немножко помяты но она еще себе и вторую сторону заднего крыла поцарапала что там лак лак давай покажем флажочек но видно что женщина у женщины небольшой опыт вождения женщина уже в возрасте может быть под 60 и машину новая жалко конечно здесь какие-то герои военные что ли национальных каких-то шлемах что означает флажки не знаем вот по моему где-то вот это получается лицей а возле лицея должна быть вот это вот фиолетовенькая она около мы сейчас пройдем посмотрим вот как здесь красиво эти танцующие часами кружищееся а давайте посмотрим хотя я боюсь этих памятников у меня есть хобби я боюсь памятников как быть смешно это не казалось так сейчас будем искать вход в эту школу вот за сколько минут мы дошли сейчас скажу на автобус мы вышли 58 минут сели сейчас 12 минут время 14 минут плюс две минуты на выход из дома за 15 минут можем добираться нам до этой школы в общей сложности посмотрим откуда же вход наверно наверно вот отсюда это я так предполагаю сейчас посмотрим дворик здесь он какие-то и откуда здесь вход вот она около как сюда входить посмотрим давай здесь можно зайти она около так а дверь закрыта странно может где-то еще вход есть здесь закрыта я не вижу больше входа может быть с обратной стороны пойдем с другой стороны попробуем зайти нам ведь сказали часов 11 время двенадцатый час только-только пошел вот она эта школа вот такая власть у них небольшая лужайка школа давай бисмилля заходи посмотрим что здесь вот здесь смотри это садик здесь они раздеваются разные группы здесь вход здравствуйте скажи это это прихожая это мусорка на втором этаже кухня игрушек игрушки наверху вам потом где ребятки придут и пойдешь играть пойдем ходить ходить привет привет еще раз в общем мы записались друзья школу сентября месяца набирает группу но группу четырехлетки создают после обеда есть две группы до обеда с пяти лет у нас до не взяли потому что ты хочет осман сам нажать об молодец выходим пятилетние дети они очень резвые немножко говорит грубоватые могут обижать конечно в каком плане что игру у них другие они более подвижные толкаются и осман он сам по себе сам по себе очень мелкий маленький не крупный пойдем на автобус в общем могут не допонять друг друга из-за возрастных из-за возрастной разницы вот записали нас тогда на после обеда с полу второго до пяти получается пол второго они кушают вот мы можем приходить чуть попозже к двум и до пяти вечера вот три часа на три часа оставлять собирают они на уборку школы на концтовары видимо 150 лир в общем посчитаю на экране выведу ну и вот у нас будет еще расходы на поездки на доставку османчика и если у нас реабилитация будет с утра на допустим да вы даже не знаю как 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 мы будем справляться без сна потому что сон у него с двух до четырех но придется без сна придется как говорит деревья помощница директора пойдем османчик османутый что говорит что у нас в турции дети спят долго просыпаются поздно поэтому их приводят после обеда а уже ближе к пяти годам к шести годам их приучает вставать рано потому что нужно уже приучаться к школьной жизни османка приятничает иди ко мне ко мне говорит осман к тебе скажи к тебе тебе хочу сказать вот ну что делать будем учиться без сна с осени осенью уже не так жарко можно будет нужно будет попозже значит ложиться попозже вставать ну все будет еще упираться на рябель на реабилитацию но скорее всего придется один день в неделю рабочий день не ходить в школу ездить на реабилитацию потому что дорога будет занимать время смысл на час в школу водить ну в принципе они могут со школы забирать как-то неудобно будет и один день субботу например сделать посмотрим все друзья поздравьте нас осман будем надеяться что нас что нас примут записать записали будем надеяться что будем ходить до давайте погнали домой